Вечером первого месяца зёмы, внимание общественности привлёк тонированный серебристый универсал. Один из жителей классического многоэтажного дома пожаловался в ГИБДД на брошенный автомобиль. Универсал месяц стоял без признаков движения, занимая лакомое парковочное место. Дети звонившего гражданина уже несколько дней распространяли байки о мертвеце в упомянутой машине. Поэтому, не желая выслушивать претензии от родителей друзей своих сыновей, Николай Н. решил изучить проблему. Он поинтересовался у отпрысков, о каком именно автомобиле идёт речь и почему они решили, что внутри мёртвый человек. «Мы видели! Сами видели!» Немного испуганно и виновато отвечал старший сын. «Да-да, он там за рулём сидит!» Азартно дополнял младший. «Можем показать, если не веришь!» Конечно, Николай сомневался в словах сыновей. Мальчишки же наверняка что-то нафантазировали, увидев на сиденье какой-нибудь мешок или другую зимнюю куртку. Тем более, автомобиль тонированный. Быстро одевшись, а затем, терпеливо дождавшись влезания сыновей в зимнее обмундирование для прогулок, Николай последовал за ребятами к той самой машине. Долго вглядываться в салон универсала не пришлось. Даже довольно тёмная плёнка тонировки и грязь на дверном окне не помешали разглядеть тело на водительском сидении. «В самом деле, труп!» Я был вызван на работу и вечером оказался потерян. Вот так меня угораздило оказаться среди тех счастливчиков, кому поручили ехать на вскрытие автомобиля. ГИБДД открестились от машины, что вполне логично, ведь мертвецы больше по нашей части. Тело принадлежало мужчине лет пятидесяти. На трупе было строгое серое пальто, из кармана которого торчала рукоять ножа. На теле не оказалось следов насилия. Ладонь мужчины лежала на груди, где некогда било сердце. Точный возраст и причину смерти позже объявят эксперты. Но, как нам показалось, это обычный сердечный приступ. На заднем сидении я обнаружил сумку, внутри которой оказались кости. Позже экспертиза определила их принадлежность. Часть костей принадлежала двум молодым девушкам, а те, что поменьше, были животного происхождения. Возможно, кошачьи. После такой находки мы были просто обязаны изучить содержимое багажника. Труп, обнаруженный за рулем универсала, был первым мертвым человеком, которого мне довелось увидеть во время работы. Следом, в багажнике мы обнаружили связанную девушку. Из ее рта торчал кляп. Вот и второй труп. История грозила стать новостной бомбой. Да, убийство в городе не редкость. Но такие находки журналюги легко превращают в остросюжетные истории, создавая шумиху. А всякая шумиха вокруг расследования вынуждает работать усерднее и быстрее. Последнее часто становится причиной следственных ошибок. Но кого подобное волнует? Главное, чтобы высокопоставленный дядька в погонах серьезным лицом объявил, что дело закрыто, а преступник понесет наказание по всей строгости закона. Лейтенант Дрюков уехал выпрашивать разрешение на обыск квартиры владельца автомобиля. Родственников у некого, а Олега П. не оказалось. Так что получение разрешения носило больше формальный характер. Я же вместе с патрульным остался дожидаться машину, чтобы увезти тела на вскрытие. Думаю, квартиру обыщем утром. Как только увезут тела, езжайте по домам. Отдыхайте и ждите звонка. Дал указание Дрюков, позвонив по телефону. Бьющий в глаза свет полной луны помешал моему сну. Устало потеряв глаза, я сел на край дивана. Чужого дивана. Едва попытавшись понять, где нахожусь, я услышал монотонное бормотание. Неизвестный мужчина, предположительно из соседней комнаты, старательно выговаривал что-то на латыни. К слову, латыни определить легко, если текст звучит загадочно и зловеще, то это она. «Кто здесь?» Спросил я, пытаясь обозначить свое присутствие. Бормотание прервалось лишь на миг, а затем продолжилось еще громче и торопливее, словно кто-то очень спешил закончить чтение звучащей околесицы. Повторно задать вопрос я уже решил с глазу на глаз. Едва встав на ноги, меня сильно пошатнуло, словно опьяненного. Восстановив равновесие, я направился на голос. Чем ближе я подходил к комнате напротив, тем громче были слова, произносимые неизвестным чтецом. Перешагнув порог комнаты, я обнаружил сгорбившийся над подобием хирургического стола мужской силуэт. Производя руками непонятные манипуляции, человек продолжал говорить. Подойдя ближе, я разглядел бездыханное женское тело, над которым бормотал неизвестный мужчина. Г-г-г-г-г-г. Лишь небольшое придыхание вырвалось изо рта, когда я попытался снова заговорить. Рядом со мной возникла девушка, легко прикрыв мне рот ладонью. Она прижала указательный палец к губам, дав мне понять, что я должен молчать. В голове промелькнуло множество вопросов. «Кто эта девушка? Что за тело, над которым склонился неизвестный?» «Да, собственно, кто такой сам этот неизвестный и что он делает?» «Пусть закончит!» Едва слышно шепнула незнакомка, нежно обняв меня. Она терла щекою о мою щетину, поглаживая руками мне спину. Девушка ласкала меня, пытаясь обездвижить. «Что закончит?» Спросил я, понимая, что не могу быть груб и просто оттолкнуть ее. Незнакомка испуганно отскочила от меня и прижалась спиной к стене в ожидании дальнейшего развития событий. Я же начал злиться. Мужчина все так же продолжал игнорировать меня. Он вел себя так, словно я пустое место. Я сделал несколько неуверенных шагов в его сторону и заговорил. Он был прерван испуганным кошачьим шипением. Обернувшись, в какой-то момент мне показалось, что шипит та самая девушка. Хоть в этой темноте я видел лишь ее силуэт, мне каким-то образом удалось уловить охвативший ее страх. Вернув свое внимание к незнакомцу, я от ужаса чуть было не закричал. Ноги подкосили, словно ватные, и я грохнулся на пол. Барматон стоял прямо передо мной. Худощавое, бледное лицо застыло в яростной гримасе. В пустых глазницах мужчины царил бесконечный мрак. Словно под гипнозом я погружался в эту темноту, не в силах сопротивляться. Он схватил меня за горло и поднял дрожащей и измазанной в крови рукой так, что носки моих кроссовок могли лишь попеременно соприкасаться с полом. Мгновение незнакомец изучал мою перепуганную морду. Громко прокричав, Барматон ударил ладонью меня по лицу. Мощный смрад его дыхания вкупе с сильным шлепком заставили меня расстаться с чувствами. Я проснулся. Часы ненавязчиво подсказывали о скором приближении рассвета. Это всего лишь сон. Ужасно болела голова. Словно это был не ночной кошмар, а мне в самом деле кто-то хорошенько зарядил по лицу. Даже пришлось выпить таблетку анальгина, который не сумел мне помочь. До самого звонка Дрюкова моя голова пыталась развалиться на части. Оба с квартиры назначили на раннее утро. Кроме кружки кофе в меня ничего не влезло, и быстро собравшись, я поехал на адрес. Судя по одежде, владелец универсала имел хороший достаток и следил за своей внешностью. Солидный автомобиль, практически идеальная репутация у соседей и даже красивая дорогая входная дверь никак не обещали того, что мы увидели далее. Мы наделали много шума, охотно разносившегося по всему подъезду. И все ради того, чтобы нам в нос со всей мощи ударило мертвецкий смрад. Тела в машине оказались далеко не последними в этой истории. Неловко потолпившись коридорем, мы прошли вглубь ухоженной, хорошо обставленной квартиры. Коллеги свернули в спальню, а я направился к кухне. Тяжело потягиваясь, меня встретила худенькая черная кошка, ослабленно мяукая в мой адрес. Я с трудом вынес умаляющий и болезненный взгляд, ведь это бедное животное выживало в одиночку целый месяц. Кошачьи миски предстали в идеально вылизанном виде. Часть посуды, наваленной в мойке, также повстречалась с кошачьим языком. Однако этого было мало для того, чтобы прожить месяц. Мои вопросы о выживании бедной кошечки получили ответ, когда я присоединился к своим коллегам. То, что я принял за спальню из-за уютной деревянной двери, оказалось больше похоже на пыточную или разделочную комнату. Посреди хорошо освещенной просторной комнаты на большом столе, напоминающем те, которые используют патолагонатомы, лежало объеденное разлагающееся тело. Им-то и питалась кошка. Помимо засохших пятен крови, столешницу покрывали черные выгравированные символы. Те же знаки были найдены на костях, бережно уложенных в металлическом шкафу в углу комнаты. В один миг мне показалось, что я уже бывал здесь, но быстро отогнал от себя всякие мысли об этом. Бред же! Мда, никаких черных балахонов и злобных загадочных взглядов. В наше время сатанисты выглядят как обычные люди. Проговорил лейтенант Дрюков, разглядывая фото из личного архива хозяина квартиры. Ныне покойный Олег П. любил активный отдых на природе и стрельбу из лука. Другого контента в ноутбуке владельца квартиры не нашлось. Зато нашлась скрытая папка с фото и видеоматериалами не самого приятного содержания. Дрюков всегда умел находить подобные материалы в технике подозреваемых. И этот раз не стал исключением. На фото получилось разглядеть восемь девушек, убитых этим, этим... Мне очень сложно подобрать подходящее слово. Я не могу назвать его «человеком». После просмотра этих богомерзких снимков, я пожалел о том, что такой психопат умер столь легкой смертью. Часть фото поэтапно отражали мучительную смерть девушек. А некоторые показывали подготовку жертв к ритуалам. Итак, что у нас есть? Мертвая девушка в багажнике, причиной смерти которой стала гипотермия. Еще одна в квартире, кости в сумке и здесь. Готов поспорить, кости в квартире тоже женские. Подводил итог Дрюков, продолжая бегло осматривать комнату. В сумке еще были кошачьи кости. Уточнил я. И в квартире есть кошка, в отличие от остальных, все еще живая. Дополнил я, почувствовав, как черное пушистое животное трется об мою ногу. Ты приглянулся! Дрюков с легкой ухмылкой смотрел на животное у моей ноги. Мне действительно стало жалко эту кошечку. Не думаю, что маньяк взял ее к себе из любви к животным. Скорее, он планировал использовать ее в своих дьявольских ритуалах. Но этой милой и исхудавшей черной мордашке с огромными зелеными глазами повезло. Мало того, что она избежала участи быть убитой, так еще и умудрилась выжить без нормальной еды и воды целый месяц. Буся. Такое имя я дал своему новому сожителю, скрасившему мое одиночество. Дрюков не стал заставлять ехать меня на работу и оформлять огромную кучу документации. Он просто отпустил меня домой, велел как можно скорее накормить нормальной кошачьей едой мою новую подругу. Я не смогу передать ту благодарность, которую видел в глазах Буси. Помню, что как только я взял ее на руки, она сразу поняла, что обрела друга и сейчас поедет в новый дом. Банка кошачьих консервов зашла на ура. Я даже моргнуть не успел, как мой питомец угомонил ее. Со второй порции я решил повременить, побоявшись так резко нагружать пищеварительную систему животного. Следующие три дня прошли довольно гладко, на работе ничего, кроме бумажной волокиты. А по вечерам после трудового дня меня встречали два любящих зеленых глаза, полные счастья по случаю моего возвращения. Постепенно квартира Олега П. уходила из моей памяти. Лишь пушистый черный комок напоминал мне о ней, да ночные кошмары, которые так и не покинули меня. Гадкое бормотание звучало в голове каждую ночь. Едва я приближался к человеку, произносящему слова, как он заставлял меня пробуждаться, испытывая чудовищную головную боль. Коллеги сказали, что я подхожу для такой работы, раз сумел так быстро отпустить столь ужасное место. Ведь далеко не каждый человек сможет не то, чтобы нормально работать, а банально сохранить рассудок после увиденного в тот день. Про кошмары я, конечно же, никому не рассказал. Не нужна информация для сослуживцев. А Дрюков даже пообещал хорошее будущее в нашей профессии и поручил детальнее изучить содержимое ноутбука убийцы. Много он понимает, всего-то на пару лет старше меня. Безусловно, талантливый мент, но его самоуверенность меня раздражала со дня нашего знакомства. Едва я допил чашку кофе, мой покой нарушила мягкая мелодия дверного звонка, сопровождающаяся гулкими ударами в дверь. «Это ваша скотина сделала!» Уперев пухлые старые кулачки в большие мясистые бока, ворчала соседка, грозно вглядываясь в мое лицо. «И вам доброе утро!» Приветствовал я вредную пенсионерку. «Не пытайтесь уйти от разговора, это же он сделал!» Старуха, слегка надавив на дверь, бесторемонно заглянула в квартиру и, увидев озадаченную бусю, указала на нее пальцем. «Сколько уже можно? Мой коврик весь в кошачьих метках!» «Кошки не метят, да и моя не выходит из квартиры!» Я старался вести себя как можно спокойнее, хотя желание послать эту даму в любом пошлом направлении нарастало с каждой секундой. «Да? А кто же тогда метит мой коврик?» Никак не унималась соседка. «Может, ваш персик? Он-то как раз регулярно бывает в подъезде!» «Нет, персик хороший и не приучен так делать, так что следите за своим животным!» Вытирая под солба, прокричала женщина. Тяжело дыша, соседка разглядывала мою физиономию в попытках понять, как мне вообще хватило наглости обвинить ее практически святого кота в столь ужасных злодеяниях. «Я же, глядя, как пенсионерка энергично поджимает нижнюю губу от злости, все больше и больше хотел захлопнуть дверь перед ее лицом!» «Я вас предупредила!» Уже тише, но с нажимом проговорила женщина, нарушив эту мимолетную паузу. «Иначе уже я начну следить за вашей скотиной!» «Не предупреждали, пока только необоснованно кричали!» Немного повысив голос, ответил я. «Вашей гниде сильно не поздоровится, если я ее поймаю на своем коврике! Теперь предупредила!» Бросив максимально безразличное «Ага, я закрыл дверь!» «Тратить время на безумных соседок в планах не было! Чем больше времени тратишь на ругань с подобными личностями, тем больше энергии они из тебя высасывают!» «Грядущая ночь ознаменуется полнолунием! Она будет светлой и полной мистики!» Сообщила ведущая будничного утреннего шоу. «Так вот в чем дело, Буся! Видимо, полнолуние влияет на бабку, и у нее снова течет крыша!» Заметил я, на что в ответ получил мурчание и нежные кошачьи ободания в знак согласия. Рабочий день прошел в бестолковой суете. Всем срочно потребовались разного рода отчеты. «Преступников ловить? Нет, бумажки важнее!» Пришлось даже скинуть на флешку часть файлов а-ля ГП, ведь я продолжал в свободное время изучать содержимое его ноутбука. Я пытался понять, чем жил этот человек, и как в дальнейшем суметь вычислить подобного ему серийного убийцу. Читая описание различных ритуалов, я не заметил, как быстро подкралась ночь. А ведь завтра очередной рабочий день. Но отход ко сну прервал файл с названием «Жертвоприношение». Ранее я на него не натыкался, что заставило углубиться в его изучение. Часть текста оказалась на латыни, другая состояла из непонятных символов. Причем символы были непонятны не только мне, но и ряду онлайн-переводчиков. Возможно, это было чем-то вроде личного шифра Олега. Для осуществления ритуала, описанного в файле, требовались молодые девушки и кошки. Количество жертв и смысл ритуала оказался зашифрован. Разозлившись из-за сложности шифра, я едва не разбил монитор. Остыв, я решил отказаться от изучения знаков и лечь спать. Ведь если бы я начал искать ключ к шифру, то убил бы на это как минимум пару часов своего потенциального сна. И уж боюсь представить, сколько бы потратил времени, если бы поиск увенчался успехом. Я скинул с себя одежду, ополоснулся в душе и, думая об этом страшном человеке, улегся спать. Все детальнее, изучая жизнь этого чудовища, я начал ловить себя на мысли, что боюсь его и не хотел бы встретиться с ним при жизни. Снова ночь, снова полнолуние и чертова квартира. В первый раз она была мне неизвестна, но теперь я знал, где нахожусь. Это место являлось жилищем Олега П. Так что свое пробуждение я уже не начинал с вопросов о местоположении. Сюжет сна оставался неизвестным. Я просыпался, слышал бормотание и шел в его направлении. Меня встречала девушка, пытаясь остановить и не дать отвлечь бормотуна. Спустя несколько ночей кошмаров, я поймал себя на мысли, что больше не боюсь этого странного человека. И кошмар перестал быть кошмаром. Более того, я стал жаждать новой встречи с той самой девушкой, черноволосой помощницей бормотуна. Я едва мог разглядеть ее лицо, но ее нежный, взволнованный голос я слышал превосходно. Он просто сводил меня с ума. И глаза. Ее ярко-зеленые глаза маняще светились в темноте. Наше поведение приобретало больше свободы. Казалось, она ждет меня каждую ночь, чтобы я снова попытался прервать ее хозяина, дав ей повод нежно обнять меня, прильнув ко мне всем телом. В эту ночь она встретила меня раньше обычного, словно зная, что сегодня я пришел только к ней и беспокоить бормотуна не собираюсь. Я знаю, что это все сон, но почему вы мне снитесь? Кто вы такие? Спросил я незнакомку, поджидавшую меня у двери в злополучную комнату. Это твой сон, а значит, ответ ты знаешь. Приветливо ответила девушка, с опаской оглянувшись на неперестающего говорить хозяина. Так сложно дать ответ. Ты должен сам к нему прийти. Незнакомка подошла ко мне и привычно обняла, прижав голову к моей груди. Ты близок к ответу. Эта ночь особенная. Я не успел заговорить. Из ниоткуда возникла массивная фигура бормотуна, и уже подавно сложившейся традиции я проснулся, испытывая мучительные боли. Утро для меня начал Дрюков. По телефону он уточнил мой адрес и сообщил, что сегодня нам предстоит побывать в квартире моей соседки. Рано утром за ней заехал сын. Они должны были заехать... Забыл куда. Да и это не важно. Она не открывала дверь, а когда сын попытался открыть дверь своим ключом, то обнаружил ее незапертой. Ну, а внутри нашел тело матери, лежавшей в огромной луже крови. Ей перерезали горло, а затем отрезали бедренную кость, рассказал лейтенант. Бабка, конечно, была той еще врединой, но тут мне стало ее жалко. Кто-то с особой жестокостью прекратил ее жизнь. Убийца сперва сделал огромный рваный порез на горле, а затем зачем-то добил уже мертвую женщину дюжиной ударов ножом в грудь и только потом извлек кость. Кому она могла так насолить? Может, вы знаете о каких-то ссорах? Поинтересовался уже приехавший Дрюков у сына убитой женщины. А ты ничего странного не замечал? Те же ссоры или странные визиты? Вопрос звучал уже в мой адрес. Была одна ссора. Да нет, ссоры это не назовешь. Она заходила ко мне и пыталась обвинить мою кошку в том, что там метит ее коврик. Честно признался я. Так это был ты! Мама пересказала ваш разговор. Попробовал бы ты ответить так мне! Угрожающе прикрикнул сын соседки, но быстро осекся. Были угрозы, Сергей Петрович? Поинтересовался Дрюков у потерпевшего. От этого? Сергей брезгливо кивнул головой в мою сторону. Допустим, да. Были от него угрозы. Как ни в чем не бывало, продолжил лейтенант. Мне не нравилось подобное отношение к коллеге по цеху. Еще пару таких вопросов, и я подозреваемый номер один. Я попытался прервать разговор, но Дрюков велел мне удалиться из комнаты. О чем спрашивал он после, я уже не слышал. Заметил ли, что мой юный босс что-то пометил на полях своего блокнота? И это что-то касалось моей персоны. Больше меня в квартиру погибшей не пустили, поручив другую работу. По истечении пары недель, дело соседской старухи притихло, оставшись на том же месте, что и в день обнаружения трупа. В моей жизни случились перемены. Если говорить о работе, то после убийства соседки Дрюков несколько сменил манеру поведения относительно меня. Он стал дружелюбнее и осторожнее при подаче информации. Хотя это могло мне показаться. А еще ко мне вернулась моя девушка. Наташа уезжала в командировку для обучения сотрудников филиала компании, в которой она трудилась уже несколько лет. Своим возвращением Ната неосознанно разрушила сложившуюся человека-кошачью идиллию. «Она какая-то худенькая и страшненькая», – брезгливо проговорила девушка, увидев Бусю. Кошка, в свою очередь, также дружелюбием не отличалась, злобно зашипев при виде еще одной из самки в квартире. Я же твердо решил, что обе дамы будут жить со мной, и им придется научиться дружелюбному соседству. В свете чрезвычайной насыщенности последних событий, смешанных с бумажной рутиной, я даже не понял, скучал ли я по своей возлюбленной. Задумавшись, я осознал, что провожу весомую часть времени за работой. Недовольством Наташа встретила и мое желание изучать деятельность маньяка в свободное от работы время. Я вынужден был искать компромисс, что сильно замедляло прогресс. «Тебе просто наплевать на меня! Твоей девушке не было месяц, а ты уткнулся в компьютер и пялишься хрен знает на что! Я могла бы не возвращаться!» Возмутилась Ната. А что я мог ответить? «Эта история поглотила меня!» Я попросил у нее время на изучение вопроса. Попытался объяснить, зачем мне это, даже не рассчитывая на понимание. Возможно, в глубине души я надеялся, что она уйдет от меня. Собственно, так и случилось. Наташа уехала в родной город к матери, тем самым дав мне нужное время, а себе повод задуматься над нашей жизнью. Теперь, по возвращении домой, я старался как можно скорее поужинать, принять душ и тут же вернуться к работе. Порой я даже покупал что-то из фастфуда и ел в дороге, чтобы сэкономить больше времени. На самом деле, даже не всегда принимал душ. Я продолжал видеться с этой девушкой каждую ночь в каждом своем сне. Мое внимание поглотило по-прежнему незнакомое мне особо. С черными, как ночь, волосами и большими зелеными глазами, манящие поблескивающими в лунном свете. Она отказывалась назвать свое имя каждый раз, когда я спрашивал, ловко уходя от ответа. Несколько ночей спустя я бросил попытки узнать ее имя. В мире снов оно оказалось не нужно. Слишком мало времени нам отводилось, чтобы тратить его на имена. Иногда, погруженная в свои внутренние думы, незнакомка тихо подводила меня к Барматуну и поясняла, что он пытается сделать. Она говорила о перевоплощении и воскрешении мертвых. Подробно описывала каждое действие, но пробуждаясь, я мгновенно забывал. Урывками мне удалось записать в памяти отдельные моменты. Но детальная картина из этих кусков не складывалась. Поэтому я с новым усердием начал копаться в файлах Олега П. И по истечении нескольких дней мне улыбнулась удача. Я нашел ссылку на книгу, из которой была взята большая часть текстов обо всех ритуалах, интересовавших Олега. Я пытался спрашивать девушку о книжке, и она наверняка что-то мне говорила. Но информация из меня улетучилась, оставляя в воспоминаниях лишь наслаждение, получаемое в компании незнакомки и жуткий недосып. Коллеги даже отпускали идиотские шуточки о том, что я влюбился и поэтому не сплю ночами. Хотя прекрасно знали, что мне есть девушка. Да, она сейчас у матери, но я все еще люблю ее. Ведь люблю же. Мне удалось добыть реплику книги, из которой черпал информацию Олег. Кстати, в последнее время я начал подозревать, что тот самый мужчина из моих снов, это он и есть. Что ж, лица его все равно не разобрать, поэтому это всего лишь догадка. Реплика оказалась довольно качественной. Такое ощущение, что даже грязь, накопившуюся за много лет на оригинале, удалось точно перенести на мой экземпляр. Похоже на бред, но, судя по всему, Олег пытался вернуть к жизни жрицу древней богини или саму богиню. Даже реплика, частично, но очень старательно переведенная на русский язык, не давала полного понимания. Текст строился витиевато и избивчиво. В описании божества часто упоминаются ночь, луна, сны и кошки. Видимо, эта богиня обретала силу в темное время суток и имела собственную власть над семейством кошачьих. Я сильно увлекся новым чтивом, и о чем ненавязчиво говорила неухоженная щетина. Лишь Буся изредка меня отвлекала, игриво перекатываясь по полу в просьбах еды или ласки. Изучение давалось туго, но я охотно тратил на него уже все свое время. Пришлось взять внеплановый отпуск. Я знал, что мои сны связаны с этой книгой. Осталось лишь понять, как применить на практике знания, хранящиеся в ней. Кажется, я начал понимать, кто эта безымянная девушка из моих снов. Я чувствовал, что очень близок к разгадке. И именно в этот момент ко мне вернулась Ната, завершив визит к маме. Ссориться мы стали чаще. Оставаясь наедине с самим собой, я понимал, что стал раздражительнее в отношении Наташи. Но и в ней что-то изменилось. Обычно, когда любящие люди проводят столь длительный срок порознь в ожидании встречи, их чувства усиливаются. Но моя возлюбленная вернулась сухой. Я заслужил подобное отношение, но что-то менять не собирался. Настало время выбора. Вы скажете, я сошел с ума, но вышло так, что я променял свою реальную девушку на ту, что снилось мне ночами. Но не спешите меня осуждать. Что, если я вам скажу, что имелся способ организовать нам встречу наяву? Я и Наташа жили словно соседи по комнате. Совместный завтрак и жил площадь. Единственное, что нас объединяло. Вот-вот должна была прозвучать фраза, нам надо расстаться. Однако я не допустил этого, сработав на опережение, о чем расскажу чуть позже. Я проснулся от неожиданного прикосновения к своей щеке. Холодные нежные пальцы приятно скользили по моей коже. Я было подумал, что Ната пришла ко мне, но нет. Она спала в другой комнате, а на краю дивана сидела моя незнакомка. Что-то новое. Раньше я приходил к тебе. Заметил я шепотом приветствуя голую гостью. Это не сон. У нас мало времени. Торопливо заговорила девушка. Не может быть. Я сплю. Я больно ущипнул себя за руку. Действительно не сон. Я сел рядом с незнакомкой, обняв ее за плечи. Я трачу все силы на свое появление, но иначе не могу. Каждый раз, когда мы видимся во сне, я рассказываю тебе, что нужно сделать, чтобы мы были вместе. Так, как сейчас. Но каждый раз ты все забываешь. Мне тяжело смотреть на тебя и видеть, что ты ничего не понимаешь. О чем ты? Я... Девушка прервала меня, прильнув своими губами к моим. Нежнейший поцелуй с привкусом кошачьего корма. Да, ответила ночная гостья на мой немой вопрос. Оказалось, что я знаю не только мужчину и своего ночного кошмара, но и девушку. Ты... Да, он почти освободил меня. Ему не хватило совсем малого. Ты должен закончить его дело. Ты должен помочь. Умоляюще простонала Буся. Но как? Я не могу кого-то убить. Я не такой. Сегодня полнолуние. Последний шанс дать мне человеческий облик. Иначе мы больше никогда не увидимся. Этого я не мог допустить. Сделав выбор в пользу снов, я готовился распрощаться с Наташей. Я знал, что для завершения ритуала нужна была всего одна девушка возрастом до 25 лет. Как раз такая спала в соседней комнате. Решать нужно было быстро. Либо Ната, либо Буся. К одной чувства угасли. К другой я испытывал невероятные силы тягу. Такого со мной еще не было. Увидев ее наяву, я буквально сошел с ума. Ты поможешь мне? Серьезно спросила Буся, всем видом показывая, что больше она этот вопрос не задаст и уйдет навсегда. Да. Сильнейшая головная боль. Я едва смог оторвать голову от подушки. Некогда приятная мелодия дверного звонка сейчас пыталась разорвать мою башку на мелкие кусочки. Тяжело ковыряя к двери, я вспоминал ночные события. Так сон это был или нет? Прильнув глазом к зрачку, я увидел Дрюкова. Мучительно простонав, я схватился за дверную ручку, собираясь отворить дверь. Не впускай его! Я услышал знакомый голос позади себя и обернулся. Передо мной предстала та самая темноволосая незнакомка с зелеными кошачьими глазами. Она испуганно смотрела на меня и умоляла не открывать дверь. Не открывай! Повторила Буся, подойдя ближе и схватив меня за окровавленные руки. Нельзя! Переводя взгляд с руки на девушку, я пытался заставить тело проснуться. Вышло неважно, я потерял сознание. Очнулся я привязанным к больничной койке. Я не успел самую малость. Едва сдерживая слезы, проговорил сидевший рядом Дрюков. Он ждал моего пробуждения с самого моего появления в лечебнице. Сразу же понял, что это ты, но даже подумать не мог, что решишься на такое. Ты же любил ее! Думал, будешь искать жертву. Я даже хотел дать тебе ключ от той квартиры. Поймали бы тебя там и все. Но ты оказался безумнее! Я молча слушал исповедь коллеги, пытаясь прийти в себя и понять, о чем он. На старухе ты тренировался? Или тоже была какая-то цель? Как оказалось, Дрюков заподозрил меня в убийстве соседки, когда увидел на ее теле символы, схожие с символами в квартире Олега П. Он просто ждал, установив за мной слежку, когда я начну искать новую жертву. Где она? Мертва. Буся мертва? Ты убил ее? Яростно дернувшись на кровати, проревел я. Наташа мертва! Прокричал в ответ Дрюков и влепил мне пощечину. Кошки в квартире не оказалось! Не знаю, что ты с ней сделал! Может, расчленил? Не трогал я ее! Я люблю ее! Я никак не мог уняться, желая узнать судьбу своей возлюбленной. Значит, она от тебя сбежала. Наступила пауза. Дрюков продолжал корить себя за промах, сверляв взглядом отколотый кусок половой плитки. На меня он почти не смотрел. Вероятно, боялся не сдержаться и снова ударить. Наверное, твоя кошка выпрыгнула в открытое окно. Ты, видимо, и сам хотел в него выйти, когда я пришел. Но почему-то передумал. Окошки, они любят высоту, и это их губит. Часто падают с балконов и открытых окон. Неожиданно спокойно подытожил Дрюков и быстро встав, покинул меня. На сегодняшний день я являюсь пациентом клиники для душевнобольных. Тюрьмы мне удалось избежать. Больно легко получилось доказать сумасшествие. С тех пор, как я попал сюда, мне не удалось поспать без помощи снотворного. Бессонница встала в один ряд с многочисленными диагнозами, поставленными мне. Я жаждал уснуть, чтобы снова увидеть во сне мою Бусю. Но этого не случалось. Лишь однажды, в мой первый день здесь, когда мне во сне пришел тот самый Барматун, он улыбнулся в знак одобрения и ушел, дав понять, что его дело окончено. Я убил Наташу, следуя ритуалу. Убил свою соседку, будучи помешанным на чтении материалов маньяка. И все ради чего? Она пропала. Ее нет. Жива ли Буся? Может, она использовала меня, чтобы перейти из мира снов в явь? Я стал настоящей тварью, не заслуживающей жизни. Я мучаюсь от того, что больше никогда не увижу ее. Каждый день, каждый час я испытываю сильнейшую душевную боль разлуки и предательства. Лишь желание найти ее и получить ответы поддерживает во мне жизнь. Я искуплю свою вину и, если надо, избавлю мир от Буси, как бы мне тяжело это ни далось. Осталось только выйти отсюда. Ну что ж, друзья, я думаю, все-таки, что кошечка специально внушила нашему главному герою, что он должен изучать материалы, что он должен что-то пытаться сделать, что он должен убить свою вот эту вот жену. Это вообще просто кукуха полетела в далекие-далекие времена. Ух, конечно, сложная история, так сказать, прям удивила. Ну, мое мнение такое, ваше мнение может быть другое. А чтобы высказать его, обязательно спускайтесь в комментарии и пишите, как вам история. На этом мы с вами, как и всегда, не прощаемся, услышимся в следующей интересной истории. Пришло время открыть вам тайну. Долгое время готовилось нечто масштабное. То, что по праву принадлежит именно тебе. Тайна, что хранилась долгие месяцы под грифом «Секретно», сегодня будет обнародована. Ну что, ты готов познать тайну? Я объявляю вам о старте, о начале самого масштабного на моем веку мероприятия. Самые лучшие авторы подготовили именно для тебя будоражащие кровь рассказы. И только для тебя я могу приоткрыть дверцу врат и впустить. Теперь ты сможешь слушать истории в аудиоформате, без надоедливой рекламы и даже офлайн. А самое главное, еще до их появления на ютуб-канале. Вы давно меня об этом просили, и я услышал вас. Теперь все мы станем ближе. Мы сможем пообщаться на стриме. А может даже и лично. Созвонимся, познакомимся поближе. Будем болтать как старые добрые друзья обо всем и ни о чем. А как ты смотришь на то, чтобы мы создали с тобой историю? Выберем с тобой место, время, неожиданный сюжетный поворот, персонажей. А может ты сам станешь персонажем той самой истории? Будешь бродить по заброшенной деревне, пустынной улице или сидеть в запертии в своей пропитанной до невозможности потом проклятой квартире, которая никак не хочет тебя отпускать. История, которая заставит остальных сглотнуть ком в горле или обернуться. Мы с тобой устроим конкурс для авторов на указанных нами условиях. И только мы с тобой будем судьями. Только в наших руках будет тот самый ценный приз. Кубок, который мы вместе с тобой вручим победителю. А для самых внимательных я приготовил лично приятные призы. Но на этом все еще бонусы для вас не заканчиваются. Я подарю среди заглянувших врата ключ к следующей двери. И мы с тобой сможем насладиться ее прелестями. Теперь я готов открыть для вас врата. Благодаря тебе я могу оплачивать все те эксклюзивы, придуманные нами. Спасибо, что даете такую возможность. Возможность дать что-то большее. Делать что-то масштабное. Вы никогда не слышали от меня что-то наподобие «Я ухожу, монетизации нет» или «Дайте денег, вот моя ссылка на донат». Нет. Я уже больше года, несмотря ни на что, делаю для вас крутую озвучку. Договариваюсь с топовыми авторами, и все это только для вас. И мне кажется, я смог собрать вокруг себя ту самую добрую, отзывчивую и искреннюю семью. Получить пропуск врата вы можете в описании или в закрепленном комментарии. Заходи, будет страшно интересно.